МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Беларусь-4 Розпочинает информационный выпуск телерадиокампании Гомель У студии Натальи Игнатенко. Доброй ранее. Выники социально-экономичного развития Гомельской области в минулом году и задачи на этот год обмерковали на посаджении Абловы Канкама. А кроме того, были различные пытения организации информационной работы в прационных коллективах и с насельством по месту жихарства. Подробности у Марины Северьяновой. 2015 год стал складанным не только для экономики Гомельщины, но и всей Украины. Поширать рынки сбыту товаров, снижать себе кошт вырабляемой продукции, створать новые рабочие месяцы, помогшимости отмавляться от притягнения замежных кредитных сродков, а так само повышать эффективность работы предприемству и при необходимости модернизовать их с притягнением промых замежных инвестиций. Такие шляхи умоцования экономики региона огучены на посаджение Абловы Канкама. Что тычется экспорту, то селета тенденция минулого года по скороченню продажу товаров у Россию протягнется. Летость объем поставок туда снизился с 90 до 60 процентов. Ослаблять залежность от соседней краины и одночасово шукать новые рынки сбыту будет экономично выгодно. Бо вагании курса российского рубля адмону отбиваются на стане экономики Гомельской в области и Беларуси в целом. Пока, к сожалению, с учетом тех процессов, которые идут с российским рублем, отрицательное влияние на наш экспорт мы имеем. Поэтому самое главное – завоевание и открытие новых рынков. Для того, чтобы наш экспорт и зависимость от российского рынка была снижена. Специалисты сгаджаются. Гэтый год будет больше тяжким, чем минулый. Проблемы могут узникнуть у кожной галине. Жорстко притрымливаться доведенных показчиков и не допускать навод минимального их отхиления. Задача складана и потребует детального анализу працы кожного предприемства и организации. По-перше, гэта тычется необдуманного притягнення у вытворчить кредитов замежных банков. Гэта повышает себе кошт продукции, а тому негативно отбивается на ее конкурентоздольности. Вырабить и не продать в сегодняшних экономичных умовах недопущально. Тому треба сподеваться не на замежные кредиты, а шукать инвесторов. До речи, что трижется бы иных инвестпроектов, то завершение реализации некоторых из их становше поуплывая на экономику не только нашей в области, а ле и все Беларуси. Это и ЦКК Светлогорская, это и Доброжская фабрика Герои труда, это и почти девять проектов на Белорусском металлургическом заводе. Сейчас будут реализовываться еще проекты на нашем нефтеперерабатывающем заводе. То есть мы надеемся и уверены, собственно говоря, что вот эти проекты, которые будут на крупных предприятиях реализованы, они дадут прибавку нам в промышленной зоне. Дарешить ситуацию изнутри, да помогают выучать организованное по распоряжении президента регулярное состречу в прационных коллективах. Специалисты нагадывают, что за экономикой Беларуси стоят звычайные люди, да помогши вырешить их проблемы, разломашить незразумелые для их пытаний, вельми важно. А как бы информационная работа проводилась эффективно и досконало, великая роль в Беларуси отводится идейности сродков массовой информации. Одно из просто колоссальных вообще значений в информационном пространстве занимают, конечно, средства массовой информации. Сегодня телевидение, не будем говорить о том, что печатные издания теряют свою актуальность, но и, конечно, интернет-ресурсы, конечно, социальные сети, потому что там особенно наша молодежь не только черпает, так скажем, информацию, но и высказывает свое мнение. И опять-таки можно посмотреть, как говорят, градус накаливания наших людей. Поэтому, конечно, сегодня очень важно то, чтобы информация была донесена до каждого человека и до трудовых коллективов актуальной, честной и, конечно же, важной. Марина Северьянова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания Гомель. Сегодня у Гомеля запланованный урочистый сход, присвеченный Дню Беларуской науки. Его удельники подведут выники доследований за последний час и расскажут об перспективных распроцовках. Есть об чем поведомить с супрацовникам Гомельского державного университета, на базе которого пройдут урочистости. Алексей Сенцерон наведал неколькие лабораторы и установы. В последний час у СМИ заявилась информация о створении у Гомельского державного университета материалов, которые делают предметы небашными. Такие работы саправдов ведутся, хотя находятся пока на початковой стадии. Между тем, это не одни перспективные распроцовки, которыми сегодня занимаются в университете. Представка «Проблемная» в назве наукового доследования лаборатории перспективных материалов свечит об тем, что тут занимаются проблемами, которые могут принести значные экономичные дивиденды. Тымиш золь гиль-технологиями, например. У вогули, у першиню их продемонстровали еще у 40-х годах минулого сагодя, а лет тады метод незначоу практичного применения. У Гомельском державном университете гэтой темой займаются ведьми щельно и лечите ее перспективной. Выкрыстание нанотехнологий дозволяя отрымливать материалы с любыми необходными якосами, а гэта вельми запотребована у свете. Международные контракты, которые наша лаборатория постоянно выполняет с зарубежными партнерами, и с корейскими компаниями, и сейчас китайцы интересуются этой технологией, и с поляками, и российские компании к нам постоянно обращаются с какими-то своими задачами. Ученые не утоивают, не все промысловцы спешаются набывать сучастные распроцовки и выкрыстовывать их на практице. Для многих по разных причинах больше легко набыть импортные аналоги. Хоть сказать об незапотребованности отчинных ноу-хау у Беларуси все же таки нега. Лазерная установка, якая распроцована на кафедры радиофизики и электроники, зараз выкрыстовывается на Барановском авиационно-аромотном заводе. Науковцы кажут, что за яедопомогой можно проводить целые шерох операций на деталях любых конструкций из любого материала. Причем за одночасовым видеоконтролем процессу. Зараз да и есть конструивали еще и специальную приставку, якая дозволяя опрацовывать тысяч деталей у самых тяжко доступных местах. Все происходит в замкнутом объеме, лазерное излучение мощное, возникает плазменный факел, продукты испарения, необходима еще система удаления продуктов испаряемого материала изнутри, чтобы качество сварного соединения было соответствующим. Задача была, конечно, сложная, техническая, но она решена. У науково-доследжей лаборатории леса Беларуси разом с выкладчиками активно працуют и студенты старших курсов. По особенности тут рыхтуют специалистов, якие повинны ведать про грибы усем. Основы проведения микологичных доследований, биология и экология грибов, технологии их штучного выроштывания отриманное даденое потом выкористовываются в науковых докладах и в практичной деятельности. По выниках работы лаборатории в беларуских лесах уже закладены некакие экспериментальных плантаций. А про это есть подстава сказать об махчимости выращивания новых видов грибов с лечебными якостями. Имеется тут и практическая задача, то есть введение в культуру или, как говорят, интродукция новых видов съедобных и лекарственных грибов. В этом аспекте мы очень тесно контактируем, проводим совместные исследования с Институтом радиобиологии, то есть исследования радиопротекторных свойств высших грибов. Тесно сотрудничаем с Институтом леса. Олег Сентюров, Валерий Капанько, телерадокомпания «Гомель». До инших тем. У Гомельской области зараз означается сезонный рост захворывания на вострые респираторные инфекции, характерны для этого периода года. Однако, по информации областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья, колькость хворых у правнаний с аналогичным периодом минулого года ниже на 18%. Большость захворылых дети, каля 70% одагульной колькости. По выниках доследований, в регионе циркулюют переважно негрипозные респираторные вирусы. Региструются и одинковые выпадки гриппу А и Б, которые характерны для даденого периоду. У совести с ростом колькости хворых на вострые респираторные инфекции изменяется график работы гомельских поликлиник. С 29-го студеня по 29-го лютого прием будут вести и по выходных. У субботу с 8 до 18-ти годин, у неделю с 8 до 14-ти. Выкликать урача на дом для детяти в субботу можно будет до 13-ти годин, у неделю до 12-ти. Для дорослыха отповедно до 15-ти и до 12-ти годин. В подаденных областного гидрометцентра на сёне у Гомельской в области объявлены оранжеву зровень небеспеки. Чекается узмацнение ветру до 15-ти, 20-ти метров за секунду. У опошней одни студеня на дворье у регионе захаваясь у сім незимовый характер. У ближайшие сутки махчым и короткочасовый дождь, мокрый снег. На особных участках дорог гололедзица. Температура поветра на протягу суток в складе от минус 1 до плюс 4 градусов. На выходных так само чекаются опадки и порывистый ветер. У субботу у ночи будет до 2, у день до 6 градусов с плюсом. У неделю на протягу суток от 0 до 5 градусов тепла. У Гомельским городским центры додатковой адукации дятей и молодей областная дзержа аутоинспекция провела профилактичное мероприемство. Метая кога – нагадать школьникам об необходимости выконания правил дорожного руху. За минулый год у регионе у вынеку 49 дорожно-транспортных здареньев, 14 яких отбылись по вине дятей. Загинула дзявчинка и 50 неполнолетних отрымали травмы. Выхованцами Гомельского городского центра додатковой адукации дятей и молодей з'являются наученцы розных школ города и кепотым у темный часу так добираются дадому. Профилактичное мероприемство и присвеченное пытанию беспеки на дорогах тут будут проходить на протягу некольких дзен. На думку супрацовника УДАИ, подобные сустречы с юными удельниками дорожного руху з'являются вельми корысными. Дети уважливо слухают парады, які отычатся безпечных поводзинов, каля пешеходных пероходов и светлофоров. Далее им пропонуются цікавую викторину, подчас якої они могут демонстровать свои веды. Самые активные и эрудированные отрымливают подарунки. Главный акцент, конечно, госавтоинспекция уделит именно награждению самых активных и всех именно непосредственно учащихся это светоотражающими элементами. А так как вы сами видите, что тепло к нам пришло на территорию Гомельщины и снег уже тает, следовательно, сумерки, темное время суток. И, конечно же, данная категория малозащищенных непосредственно несовершеннолетних нуждается в обозначении фликерами. У Музея фотографий открылась выстава «Палитра в образах прихожих». Она промеркована до юбилею народной артистки Беларуси Людмилы Корховой. В экспозиции собраны фотосдымки из архива актрисы областного драматичного театра. Людмила Корхова в Гомельском театре працует уже больше как 40 годов и о выборе профессии николе не шкодовала. За ее плечи мошмату вособленных на сцене в образах. Однако первая роль, хоть и совсем маленькая, николе не забудется. Первая работа у меня в Гомельском театре. Это было вообще в массовке. Была такая пьеса «Легенда о песне» не спетой. И ставил народный артист Иосиф Степанович Попов. И вот там у меня, когда мы только пришли со студенческой скамьи, там у меня была в массовке. Ну, с такими словами, если бы вы знали, как я волновалась после студенческой скамьи, вот выйти и это сыграть. Я так репетировала, у меня так тряслись поджилки. Некоторые из ролев, которые довелось играть Людмиле Корховой, адвустрованы на этих фотографиях. Тут и кадры с повсяденного жития актрисы. Уникальностью тем, что представленные фото с дымки до этого николе ни день не публиковались и не выставлялись. Так само у экспозиции сценичные костюмы, с допомогой яких нараджаются в образы. В музее фотографий выстава будет працевать до 10-го лютого, а после пероедя – у драм-театр. Юбилейный год для Людмилы Корховой будет насыщенным. У Саковику на сцене театра отбудется премьера спектакля по мотивах оповести Федора Достоевского «Дядька у сон». Актриса выканная у им галойную роль. Так само у театры запланованный творчий вечер, присвеченный юбилею народной артистки Беларуси. У колледжа Мастатства у Мясоколовска отбылось выступление Гомельского симфоничного оркестра. Концертную программу «Симфония на пуантах» склали музычные творы выдатного русского композитора Петра Чайковского. Концерт вел вядомый у республицы лектор музыкознаутца Беларусской державной филармонии Анатоль Парецкий. За свою 30-годовую творчую деятельность он представил велизарную колькость подобных концертных программ по всей краине. Выхавал не одно поколение филармоничных слухачев. А так само – поспяховых музыкантов. Подчас концерта Гомельского симфоничного оркестра аматры классичной музыки почули глубокие, наполненные драматизмом, проникненные композиции сусветно-вядомых балетов Петра Чайковского «Шалкунчик», «Спячая прыхажунья» или «Бядзіная в озеро». У концертную программу «Симфония на Пуантах» увайшли шедевры сусветные классики – найпрыгажейшие симфоничные композиции, у спрыгмания яких ожитявляется прасфантазию и уявление слухачоу. Дарычу в зале омаль не было свободных мест, а гэта я ще раз подтверджаю. Классичные отворы не смяротные, и тікавость до них не губляется. Ее просто необходно подтримливать. В 2016 году мы планируем реализацию еще двух проектов, один из которых – это «Играем с оркестром». Учащиеся детских школ искусств будут играть с нашим симфоническим оркестром. Я думаю, что уже следующий наш концерт в конце февраля будет посвящен именно этой тематике. Ну, а также у нас будет еще программа «Магия рояля» и педагоги, и ученики, когда профессора Белорусской государственной академии музыки будут привозить своих учащихся и вместе с ними играть с симфоническим оркестром. И на этом наш ранешний выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнатенко. Усяго вам доброго и до новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин